Торжества и праздники по случаю коронации Анны и Анны не прекращались почти год. И вот царица покидает Москву. Двор переезжает в северную столицу. Самая влиятельная ныне персона, фаворит императрицы Берон. В прошлом безродный курлянский авантюрист, ныне вельможа российский. Одна бероновская конюшня обошлась казне дороже, чем все затраты на просвещение. Борейтер, оказавшийся у власти, с невиданной до силы алчностью черпал сокровища из бездонной российской прорвы. Одних драгоценностей на его камзоле весом около пуда. А вот и новый фельдмаршал взамен сосланного Долгорукого, граф Миних. Неплохой инженер, построивший ладырский канал, опытный волонтер, прошедший шведскую и польскую службу. Но все его достоинства покрывало чудовищное честолюбие. А главное, жажда власти. А власть Остермана дорвался, наконец. Летели головы, катили умирать в Сибирь Меншиковы долгорукие. Разлетались по всей России за ее пределы все те, кто был умнее и талантливее. И остался Андрей Иванович вне конкуренции. Чуждая Россия, ненавидящая все, что шло от Петра Великого, царица Анна отгородилась от страны кучкой иноземцев. А где же русский у российского престола? А вот, позвольте представить, князья, Волконский, Апраксин, Голицын, шуты ее величества. Еще один шут. Украшенный орденами и регалиями. Кабинет министра, князь Черкасский. И, наконец, Андрей Иванович Ушаков. Он ведь тоже русский. Именно он воскресит сумрачное лихолетие, леденящий крич, опричины слова и дела. Все до последней копейки выжимает из крестьян царскую казну. Голод, эпидемии. Бегут, бегут крестьяне подальше, в Сибирь. Но обо всем этом не знал и не мог знать школяр Михаил Ломоносов. Приехав с Вольного Севера, еще не слыхал он плач о России. Не ведал о народном смятении, пока он штурмовал свою первую крепость Латынь.